Только что сидела, она ждала меня. Я вернулась за телефоном. Смотрите, девочки. Доброе утро, мальчики. Вы прикиньте? Да? В другую сторону пустите. Это я только встала, папа ещё спит. Прощай, дай мне можно дяю? Нет, неправильно. Как я тебя учил? Как я тебя учил? Вот так. Папа собрал машину. Собирал. Мы вчера и гулять ходили с мальчиками. Собирал с самого утра. Ну, один вечер и вчера полдня. Я говорю, тебе нравится? Каждый раз подходила, спрашивала, думала, что он бесится. Ну, может, ему не нравится. Он говорит, очень. Даже оторваться не могу. Представляете, девчонки? А у нас, девочки, снег выпал. Вчера был солнечный день, красивый, но на дорогах было грязно. Ну, подмёрзшее, но грязное. Ну, такое, а сейчас всё беленькое стало. Вчера мальчики хотели, когда мы с ними гулять ходили, хотели, знаете, куда? У нас есть санки и ледянка. Я говорю, по асфальту, что ли, возить-то будете? Нет, нет, ну, поехали, давай. Я говорю, нет. И вот сегодня, в принципе, можно воспользоваться. Хотя я тут переборошила так чуть-чуть совсем. В общем, вот как-то так. Водичку пьёшь. Пей водичку, пей. А то девочки говорят, что где едят кошки, там не пьют. Это пьёт девочки воду, потому что, ну, пьёт, пьёт возле своих мисочек. Правда, мне, а, это, знаете что? Коврик в посудомойке первый раз положила. Надоело мне его руками мыть. Посмотрю, короче, сейчас, что там. Ой, что там с этим, с ковриком. Так, на завтрак, девчонки, говорю быстро, потому что садитесь в телефон. В общем, сварю вот эту кашу, с вечера приготовила. Давно же купила, ну, недели две назад. И всё, как-то руки не доходили. Вчера на завтрак должны были быть блинчики, но у меня оставался кефир вот столько где-то в бутылке. Оладушки испекла. 15 штук получилось. Вот, обычно получается, ну, больше я кладу, а здесь сколько было кефира, столько получилось. Ну, в общем, всё нормально. Так, кашу эту буду варить без вас, здесь в пакетиках. И, кстати, вот тоже, когда мне говорят, что грязная, не грязная. Какая-то каша? Это ячневая каша. Я, на самом деле, я её когда-то ела, но я не помню вкуса. В общем, будем есть вот такую. Федюнш, подожди. Федюнш. Есть какая-то каша? Федюнш, будем есть эту. Не нужно промывать крупу. В пакетиках она чистая, отборная. Так, даже, смотрите, написано, кастрюлю не нужно мыть. Достаточно полоснуть водой без моющих средств. Вот, нижняя позиция. В общем, что я сделаю? Молоко с водой и два пакетика положу. Ну, я не хочу, чтобы она густая была, но в то же время, я надеюсь, что из средних двух пакетиков она не будет густая, а будет такая нормальная. Так, там у нас вкусняшки стоят. Здесь компот мне надо сварить. И мне надо вытащить из холодильника окорочок на суп. Что ты тут? Дружба. Это не дружба, это пшено. А я не хочу, я хочу вот эту, Федь. Вы мне постоянно, я уже сколько времени, постоянно вот и говорю, что-то другое, другое, другое. Хочется мне вот эту. Не знаю почему. Всё, девочки, сварила кашу. Ну, в общем, я её попробовала, мне понравилось. Она же с сахаром, с маслом, вкусненько. Положила детям, сейчас вот остывает. Будешь горячую, хорошо. У меня здесь, слышите, как будто рабочей поверхности не хватает. Мне как-то вот удобненько было скомпоновать и заодно сразу вам показать. В общем, приятного всем аппетита. Девочки, сидит меня, сторожит. Я иду в одно место, она за мной. Она сыта, представляете? Причём я ей даже мясо дала. Вот здесь вот, вот такого вот. И она сыта. И вот, зовите, она уже там не сидит, она уже отошла под стул. Это я к чему? Вот куда я иду, туда она бежит за мной. Смотрите. Смотрите на неё. Вообще девчонке прохода не даёт. Не знаю, что делать. Так она ещё возмущается, и она ещё бросается. Смотрите. Ну, бросается на ноги. Я вот хожу в носках. В тапках не хожу, потому что они шуршат, меня нервируют. Если бы я была с голыми ногами, она бы меня, это, ну, погрызла. Вы понимаете? Она просто не даёт пройти вообще. Чё тебе не так, скажи мне? Фокус, ну, он сейчас как кинется. Смотрите, как у меня салфетки лежат. Пожалела денег. Вот эти вот купила за 24 рубля вчера, а это 107 стоило. Ну, фиксе я не была. Слушаю и не понимаю, что он делает. Подхожу. Короче, бутылка из-под молока, смотрите. Обрезала её канцелярским ножом пополам. Это будет час. А я вообще сейчас кое-какие дела поделаю на кухне. И вот эту вот кучу мне надо разгрести, потому что здесь... Это же плёнка, матрасы на дачу планировались в ней уехать. Но я чувствую, что я это выброшу. Это будет вот час. Да, и вон там, девочки, у меня лежит всё, что нужно зашить. Для чая зашила, ну, какую-то там, ну, основную. А здесь ничего не зашила. Класс, да? Вообще класс. Посмотри сюда. Видите, у него под глазом. Вчера ударился, а бабу в Ниццу прям открыта была секция. И он наткнулся, представляете? Ну, холодная приклада, но, по крайней мере, подтёка нет. Ну, я бы очень переживала, что прям вниз пойдёт. Нет, вот как он... Он не проткнул кожу, но вот эта вот гематома маленькая, ну, так вот и осталась. Девочки. Видите, какие у него игрушки? А Арсений папу достает. Там папа на него кричит. Ну, не кричит, но Арсений ему скучно. Так, ладно, пошла делать. Арсений говорит, Федя, обрежешь, говорит, мама тебя наругает. Я говорю, что он там собрался резать? Он меня... Нет, ну, Федя говорит, нет, нет, не собрался. Блин, подождите. Девочка, вчера мыла голову, посушила. А, нет, естественным путём посушила, мы с детьми пошли гулять. И одела шапку, естественно. Так что простите меня, но не буду мыть голову. Так, что хочу сделать? Лёша вот мясо покупала. Особая грудинка, копчёно-варёная. В общем, кстати, вкусненькая такая. Я не знаю, где он брал. Остался кусочек. Я его хочу сейчас порезать и вот в контейнер положить. В холодильник убрать, чтобы уже больше к этому не возвращаться. А вот как порезать, то лучше, не знаю. Кстати, кстати, вот это можно, я больше собираюсь варить, или щи. Можно же, наверное, туда положить. Ну, чуть-чуть будет под копчёный вкус. Хотя она так вообще слабенько-слабенько пахнет. Наверное, я так и сделаю. Оставлю здесь. Я на блюдечко положила аккуратненько. Это мне надо сейчас убрать всё в посудомойку. Но сначала её нужно разгрузить. Поэтому вот так вот её порежу кусочками прям. Ну, хорошо, слушайте, каша нормальная. Арсений сначала выпендривался, не хотел есть. А у него зуб качается. Ему мешает сверху. После больших зубов следующий. Какой там по счёту там он идёт. Один у него выпал, вот второй качается. Ему неудобно, я его кормила. Ну, во-первых, кормила, чтобы поела. Во-вторых, понимаю, что неудобно, поэтому нервничал ребёнок. Вот. Что ещё, значит, девочки? Компот поставила варить. Крышку я так от маленькой кастрюльки и не нашла. Нравится мне этот органайзер. Вот прям, девочки, если будет скидка, будет возможность. Вот прям купите. Это вот этот же. Ну, и вот этот вот маленький. Селёдку мы, бывает, допустим, покупаем, не доедаем. Сюда убираю. Там что-то... Вот прям размер очень хороший. Так, ну что, размер хороший. Мне надо руки помыть. А я не хочу у вас тут это... Хотя бы сполосну. Вот. Крышка-то у меня где? Крышка у меня... Вот крышка. Плотная. Единственное, что прям туго открывать. Ну, лучше пусть будет туго, чем не туго. Я надеюсь, что они не сломаются. Хотя у всего есть свой сурок. А здесь у нас... Тоже, видите, вот лежит. Почему я вчера не убрала, я не помню. Что-то подкрался сюда. У Феди... Когда вчера... Позавчера я с Алька пришел. Саприя не было, но был кашель такой. Я амбробен раствор стала давать. Кашель нормально. Он был сухой и такой... Ну, прям вот так вот кашлял частенько. Стала ему раствор давать. Амбробена. Все нормально. После еды три раза в день по одному миллилитру. И у него... Ну, прям кашлял нет. Он стал влажный и отхаркивается нормально. А вот у нас он-то появился. Мне кажется, он простыл. Не одевал капюшон, поэтому... Поэтому простыл. Так, вот это вот я делаю. Это кашка осталась. Видите, она там немножко подгорела. Ну, под... Видите? Хочу сейчас в сковородку ее переложить. Где у нас сковородка? Вот она. Что ты хочешь, скажи мне? Комич. Кого? Комич. Ножницы? На. Спасибо. Пожалуйста. Ножницы он хочет. Что... Вот, Федь, что ты там устраиваешь? Скажи мне, пожалуйста. Он такой экспериментатор. Знаете, не экспериментатор, а... Лишь бы что-то городить, ломать, строить, рисовать, разукрашивать. Я не знаю. Но это нет. Это очень хорошо. Но если бы он еще за собой это все дело убирал, то было бы еще лучше. Я почему не в тарелку и в микроволновку? Потому что я хочу потом разогреть, возможно, с этой же ветчиной, да, а, возможно, с яичком. Не знаю, девочки. Сейчас в холодильник уберу. Крышки нет. Вот эта крышка хорошая, родная, подходила к этой сковородке. Пакетиком накрою сейчас. А, девочки, я же клеенку купила. Слушайте, это я просто сейчас вижу. У меня же клеенку совсем оторвали. Там, получается, ну, надорвали. Я малярным скотчем заклеила пока временно. Такую же. Она стоит метр 299 рублей. Вот мы вчера гулять ходили. Такая же. Она очень приятная на ощупь. И я, знаете, почему? Пока эта старая полежит. Ну, нравится она мне. Она мне нравится внешне, как она выглядит. И в то же время, может, фольга у меня есть. Точно. Бушная. Ну, что я с ней делала? Я не помню, что я с ней делала. Можно даже чуть-чуть просто накрыть. Скажите. А потом я ее могу тоже использовать. Чего я пакетик буду переводить? Так я про клеенку говорю. Нравится мне эта клеенка. На ощупь мне же не так выглядит с детьми. Без клеенки никуда. Очень приятно ее вытирать. Причем, знаете, силиконовое вот это вот жидкое стекло. Оно желтеет само по себе. Да и вытирать ее не особо приятно. И локти липнут. А здесь вот просто вот прям идеальная клеенка бюджетная. И я поэтому решила купить. Пусть она лежит пока. Я, может быть, тот кусок чем-нибудь заклею временно. А может, не временно. Ну, вернее, короче, не есть на смену. Но главное, что на 300, по-моему, 50 рублей она мне вышла. Потому что я брала... Я промыла. Промыла. В холодную воду положила. Сейчас закипит. Выключу и пусть отстаивается. Единственное, что посолить. Слушайте, девочки. Посластить надо не забыть. Так. Не знаю, что варить. То ли щи свежие, свежие капусты. То ли борщ. У меня свекла есть уже натертая. Я тогда в прошлый раз прям специально не поленилась. Натерла на борщ и еще немножко. И поэтому... Ой, девочки. Везде нам с вами надо разбираться, убираться. Ну, домашние дела. Обычные, бытовые. Вот такие вот. Каждодневные. Они, блин, никуда не деваются. Поэтому... Так, сейчас я... Ну, не доходят руки до того, чтобы вот хотелось. Мне вчера написали. Кухню уже показывала. Я говорю, нет. Ну, только говорю, примерно. Не знаю, три ложки. Три, да, получилось? Две с половиной я положила. Я говорю, не показывала. Да, организовать надо. Девочки, у меня, если честно, есть новости небольшие. Я пока не хочу говорить. Вот сейчас будет 8-9 марта. Позвоню адвокату. И спрошу, что там у них. Ну, я вам расскажу, только не сегодня. Потому что... Ну, не актуально. Не актуально сейчас это говорить. Вот. И у меня вот это вот все, что стоит... Кровати стоят. Ну, сейчас, короче. Сейчас я все сделаю для борща. Бульон поставлю. У меня бульон вот будет... Окрочок. Слушайте, тут маленький окорочок. Это я курицу сама разделала. Маленький и крылышко. Ну, у меня еще есть мясо. Мясо... Сейчас залью. Знаете, кусочек какой? Я вчера купила. На самом-то деле, на завтрашний день. Покажу вам. Вот я купила кусочек свинины. Ну, продырявила пакет, чтобы не задохнулась. Вот такой вот, без кости. Это я хочу. Хотела на завтра, но с другой стороны, что думаю? Ой, как я испугалась девочке. Короче, за другую. Думала, убегает. Пусть настаивается. Завтра 8 марта. Хотела на завтра. Потом подумала. Завтра дети тоже дома, а послезавтра они пойдут в сад. Поэтому можно приготовить сегодня пюре. И вот я хочу гуляш. Мне кажется, Леша захочет просто мясо жаримое почему-то. Но мне прям гуляш хочется. На два дня. А 9-го, соответственно, они пойдут в сад и как бы уже в саду поедят. Ну, чтобы мне завтра не готовить. Потому что отмечаться ничего не будет. То, что 8 марта. То, что 8 марта. Вот. И я от этого кусочка, на самом-то деле, бы еще отрезала бы чуть-чуть вот сюда. Потому что я вижу, что здесь прям... Ну, не такой окорочок, как я всегда. Потому что обычно я покупаю, как-то побольше его беру. Ну, прямо, знаете... Знаете, прям... Мне все хорошо. С жирком, наверное, да, надо? Можно отсюда отрезать. Жалко, что икея закрылась. Вернее, знаете что? Не очень-то и жалко. Мне, ну, как бы, что мне там? Я фейку хотела купить. Мне она не нравится. Но детям в комнату, вот в эти ведерки, хотела все-таки... Ну, вот эту травку. Вот. В общем-то, она смотрится хорошо. Но мне... Она узнаваемая, она много у кого есть. А с другой стороны, говорю, ну, что? Вот фейку не купила. И не купила шкаф феги, вот, который над столом, над рабочим должен висеть. Его не купила. Ну, и как бы, ладно. У меня там в избранном добавлено штук 200 позиций. Но это все мелочи. Вот интересно. А, в Лерак, по-моему, тоже травка есть. Ну, не знаю. Ладно, с травкой, с травкой. Я вообще сейчас хотела про нож сказать. Я бы еще в Акее купила бы нож другого размера, поменьше чуть-чуть. Этот очень удобный. Или такой же еще один. Так, вот отрежу прям вот такой вот кусочек. Надеюсь, я пакет не режу. Нет. Вот, сейчас я вот это все дело помою, и все. Вот это вот у меня будет на борщ. А вот это Леша или я. Кто там приготовил? Если Леша захочет просто тупо жареное мясо, будет готовить он. Если, ну тут килограмм, девочки. Не больше килограмма, ровно килограмм был. Вот. Ну, все-таки праздник же, правильно? Поэтому я понимаю, что экономить надо. Я вообще, я даже не помню, когда я покупала его так, чтобы без кости кусок мяса. Чего ты прискакал сюда? Я думаю, скотч. Скотч? Господи, что ты там мастеришь? Скажи мне. Ну, мастер. Такой, какой скотч? Прозрачный или... Прозрачный. Ищи сам. Потому что вон малярный скотч. Я сама... А, вон он. Нашел? Да, я тоже нашла. Увидела. Я сама его искала, хотела клеенку заклеить. Этим скотчем. Прозрачным. Но не заклеила, потому что... Мне надо руки помыть, Федь. Сейчас знаете, что хочу сделать? Подождите. Я еще никак не угомонюсь. Не выключить, потому что я потом забуду. Хотела проверить. Вот, вспомнила, девочки. Соль. Все. Где тут контейнер-то этот? Ничего. Я же помыла. Вот контейнер. Да? Вот, что я еще не купила. Девочки, еще не купила контейнер. Я проводила эксперимент. Помните, я говорила, девушка говорила, что килограмм сахара сюда не влезает? Вот влезает. Ровно килограмм сахара. Вот прям ровно. И у меня сейчас получается... Вы же видели, где сахар, да? Вот, то есть я вот сюда вот насыпала ровно килограмм. И, ну, потом вот в эту вот банку пересыпала, потому что, ну, здесь у нас сахар хранится. А здесь вот остался. Так что, может, конечно, другая упаковка сахара есть ли? А сколько там идет? Вроде бы килограмм, да, в упаковке вот магнитовские? И что я хочу сделать? Я хочу пересыпать сюда соль. Раньше она у меня хранилась. У меня здесь же контейнеры помытые. Вот в этом вот, в этой баночке. А я ее хочу использовать, наверное... Ну, потому что я могу другое. В общем, думаю, под печенье, может, какие-нибудь или еще, чтобы объем им большой. А вот это вот я хочу пересыпать соль и тоже посмотреть. Ну, я думаю, влезет. 10 килограмм. Куда? Где ножницы, Федь? Федя. Уведут одни единственные ножницы. Говорят, в Икеа тоже хорошие ножницы. Но это я уж так, девочки. А еще знаете что? Скажите мне, Леруатов все-таки работает или не работает? Я не знаю. Мне там как бы ничего не нужно. И покупать-то не на что. Но так вот. Смотрите, как хорошо. Да? А я знаете, что делаю? Я потом соль в солярку пересыпаю свою. Ложечкой беру просто. Столовой ложкой. И нормально. Вот, отлично. Ой, простите. Мне очень нравится. Девочки, как у меня все эргономично. Не организовано, но эргономично. Серьезно. Я вот стою как-то на одном месте. Хоп-хоп-хоп. Туда-сюда. Прям честное слово. А вот видели, куда Федя лазил? В котел. Ну, где котел? Я не помню, я вам показывала. Не показывала, как у меня посуда полетела. Вставляла я тот кадр. Я его засняла. Разможно, не показала. А, не показывала. Потому что, когда я рыбу скумбрию сделала, я же ее закрутила. Противень-то этот, да? И потом у меня что получилось. Как раз в промежутке у меня... Я полезла. А там же эти полки стоят на полкодержателях. Задней стенки-то нет. И полка... Полкодержатель повернулся. И полка упала. У меня там полетели, блин, кастрюли. Я такая злая была. Я засняла, засняла этот момент. Но просто не стала это показывать. Злая была, да. Спасибо сказали. Спасибо сказали. Спасибо, что насчет противня. Противня. Сказали, что это противень. Но я же говорю, я в духовку не лазила. А мы курицу запекаем в противне, который маленький от старой духовки. Почему? Потому что очень удобно. Он маленький. Курицу, ну, так, разэтывал, да? Положил. И там жир копится в ней. Ну, то есть, очень удобно. И я что-то не ума, что это противень. И поэтому я не знала. Ну, в общем, вы мне сказали, я пошла посмотрела. Спасибо вам большое. Да. Век живи, век учись. Так, что, девочки? Ставлю я бульон. И компот я сейчас унесу, наверное, на Велкор. Ставлю бульон. У меня тоже, не знаю, вам видно, не видно. Вот тут стоит Гитримакс. Это я. Они были. Все думаю, пить, не пить. Одну выпью. Два дня пройдет, еще одну выпью. Капли стоят. Вроде детям подавать. А меня, знаете, что смутило? Ира сказала. Она говорит, я такие не даю детям, потому что здесь капли содержат макрогола, глицисахароза. Короче, бензиловый спирт. Я говорю, блин, почему тогда их назначают? В общем, она говорит, меня вот этот момент смутил. Лучше на водной основе. Они у меня были. И я тоже бензиловый спирт прочитала, перестала. Ну, не давала. И, в общем, что скажете, девочки, по этому поводу? 20 лет на рынке, все дела. Но бензиловый спирт содержат. Но остатки, наверное, какие-то. Ну, уж не специально. Ну, короче. Уберу пока в лекарство. Не пьем все равно. Так, ладно. Это что? Откуда это? Это, а, вот это все. А у меня, кстати, есть масленка. Надо бы, по идее, хочу переложить масло. Да что-то как-то руки не доходят. Это от холодильника. Ну, прозрачная крышка. Вот она вот там лежит. Беленького цвета. Все. Что-то я все думаю. Не, выбраться в день я точно не буду. Может, по желанию положу. Буду пользоваться. Потом перестану пользоваться. Потому что иногда я пользуюсь, иногда нет. Мне нравится, когда без бортиков. Без бортиков удобнее, мне кажется. Не, я понимаю, что будет как-то, может быть, съезжать. Но мне кажется, удобнее. А, я знаю, почему мне нравилось так. У меня была уже, я на дачу увезла. Тоже не выбросила. Но не пользуюсь на даче. Мыть было неудобно. А у меня сейчас посудомойка, девочки. Да. Давайте-ка прямо сейчас масло переложим. Чтобы оно у меня здесь не лежало. Просто так. Маша, ты хочешь? Сейчас. Вот. И хочешь что-то уже освободиться. Это мне хоть все шатлипулки дождать. Можно эти оранжевые. И вот так достать. Да, только, а если у тебя все высыпется? Ну, не высыпите. Потому что вот. Не высыпется. Во! Лосок есть. Смотрите, фокус. Если хотите взять там оранжевый, например, фломастер. Можно его взять, вот так вот потянуть и достать. Да. А потом еще достанешь еще один и полезут, короче. Ну да, чтобы другие еще можно было. Ну понятно. А как стоять-то это все будет? Так и будет? А, подожди, не так. А, крышка. Вот у тебя крышка. Я поняла. Так, крышечка. Чтобы ему подавали все. Я поняла, Суна. Так, масло. Девочки, что у вас? С ценами. У нас сахар. Что-то как-то очень дорого. Но в городе вообще говорят 130 рублей. Это мне Леша сказал. Это же дно, да? Ну, другое. Знаете что? Вот. Продавцы прям, говорит, вы что, говорит, создаете ажиотаж. Из-за этого, говорит, цены-то и растут. Потому что люди покупают большими упаковками. Там сколько он? 90 рублей. Что-то там еще. А вот продавец, говорит, в городе уже 130. Ну, я, конечно, не знаю. Больше вроде бы ничего не скупают. Я вчера была... Вот. Видите, как хорошо. Хотя, вот я сейчас думаю, а что хорошего? У меня это масло лежало там в холодильнике, есть выдвижной ящичек. Я туда сыр кладу, масло, и оно не занимает места. И не на полке, а под полкой. Ладно. Посмотрю, удобно или неудобно будет. В общем, было удобно мне до этого. Короче, в пятерочке была. Кстати, купила... Сейчас покажу. Две банки сардин. Сардина. Красная цена. Ну, слушайте, красная цена. Оливки, маслины, какие-то консервы я уже брала. Были нормальные. По 47 рублей. Две баночки на суп взяла. Поэтому какие-то там тоже... Ну, много, кстати, еще было по акции. Ну, мне, во-первых, далеко было, мы от пятерочки. Ну, мы туда шли. В кенгуру, пятерочка, Сабинова, то есть... Сабинова. Сабинова. Короче. И поэтому... Я не стала... Ну, естественно, я чего, блин? Столько буду тащить всего? Нет, конечно. Взяла самое необходимое. Ну, там было много чего по акции. Я бы не сказала, что цены пока сильные. Ну, нормальные, пока еще нормальные. Я коллекцию сделала. Коллекцию. Безотходное производство из бутылки. Два стакана. Молодец, сынок. Вот карандаши тут, а тут формастер. Я поняла. А только ты единственное знаешь, что карандаши острыми... Ну, переверни их, чтобы они кверху все смотрели, а то они поломаются. Ну, понял? Ну, чтобы они... Чем рисуешь, грифель был вверх смотрел. Переходит через свои доски, которые наложил в прихожую, понимаете? То есть он поиграл, ушел. Теперь занимается другим, доски так и лежат. Так, что? Ставлю бульон. Забыла, что хотела делать. Девочки, увидимся позже. Смотрите, я на кухне, и она спит. То есть я не хожу, я занимаюсь своими делами, и она спит, видите ли. А как только я начинаю ходить, слоняться из комнаты в комнату по нашей большой территории, она бегает за мной. Ирис, ну спи, ладно. В общем, девочки, я чувствую, что я много наболтала. Сейчас я посмотрю, конечно. Но, наверное, этот влог заканчиваю и начну новый. Ну, у меня есть желание снимать. Почему не снимать? Правильно? Чтобы сильно... Блин, видите, много поговорила. Я чувствую, что я много поговорила, даже не посмотрела, сколько там времени. Плюс я еще до этого что-то там снимала. А-а-а! Тогда встретимся позже.